Здравствуйте, Валентина Николаевна. Здравствуйте. Ну вот в конце прошлого года приказом ПАО «Газпром» утверждена новая редакция положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Газпром», его дочерних общества и организаций. Понятно, что это связано с новым вводным федеральный закон о назначении и выплате пенсии. Вот скажите, пожалуйста, какие самые важные изменения произошли? На что нужно обратить внимание работников в новой редакции положения ПАО «Газпром»? С 1 января 2019 года в России повышен пенсионный возраст. 60 лет установлен, общеустановленный пенсионный возраст. 60 лет установлен для женщин и 65 лет установлен для мужчин. Но этот возраст не будет установлен сразу, то есть с 2019 года. 400-м федеральным законом предусмотрены переходные периоды в течение 10 лет. Наверное, будет понятнее, если мы с примерами это приведем. То есть каждый год, начиная с 2019 года, будет прибавляться к возрасту по одному году. Например, если женщине, которая достигла в 2019 году 55 лет, по новому закону к ее возрасту прибавляется 1 год. То есть тем самым она пойдет на пенсию, общеустановленную пенсию, в 2020 году. То есть возраст повышен на 1 год. Соответственно, мужчинам в 60 лет пойдут в 61 год. Те, кто достигает, здесь ключевое, то есть чтобы определить этот возраст, это возраст достижения выхода на пенсию, по старому законодательству надо сначала определить. То есть тем женщинам, кто достигает возраста 55 лет в 2020 году, они пойдут на пенсию через 2 года, прибавляется 2 года. Кто достигает в 2021 году, через 3 года. Ну так по лестнице, да? Так до 2023 года в течение 5 лет. То есть на 5 лет повышается пенсионный возраст. При этом у граждан, кто достигает возраста женщины 55 лет, мужчины 60 лет, в 2019 году, у них есть право пойти на пенсию раньше, на полгода. То есть не ровно в 56 лет, а в 55 лет и 6 месяцев. У мужчин, соответственно, не в 61 год, а в 60 лет и в 6 месяцев. В 2020 году у них тоже есть такая льгота пойти на полгода раньше на пенсию. То есть это у всех вот тех, кто предпенсионного возраста? Это касается всех, кто достигает, еще раз повторюсь, возраста 55 лет женщины, например, в 2019 году, 60 лет мужчины. 55 лет женщины в 2020, то есть мы отталкиваемся всегда от старого возраста, который действовал в законодательстве прошлого года. То есть это у всех россиян, независимо от места проживания? Да, это у всех, это общеустановленный пенсионный возраст. Как это отражается в негосударственном пенсионном обеспечении? Общеустановленный пенсионный возраст учитывается при включении работников в состав участников фонда и учитывается при изменении размера негосударственной пенсии. Включение работников в состав участников фонда Есть такое основание На момент достижения возраста Ранее было 55 лет женщины, 60 лет мужчины Когда они достигли этого возраста Мы ранее включали в состав участников фонда На эту дату фиксировали размеры государственной пенсии И далее с пенсией ничего не происходило Сейчас с повышением пенсионного возраста Фиксация будет происходить На дату достижения Обще установленного пенсионного возраста По новому закону То есть если это 19-й год То 56 лет для женщин 61 для мужчин Если 20-й соответственно 62 года для женщин И так далее То есть с учетом повышения пенсионного возраста Следующим изменением Которое отражено в новой редакции Положения государственного пенсионного обеспечения В нем учтен стаж Работы в организациях системы ПАО «Газпром» Который учитывается При включении работников в состав Участников Негосударственного пенсионного фонда Значит, что изменилось в этом стаже? Тем людям, которые были приняты на работу До 1 января 2014 года Для того, чтобы стать участником Негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Одним из основных условий Необходимость стажа работы В системе ПАО «Газпром» Количество 5 лет То есть они должны иметь эти люди 5 лет стажа работы в организации системы ПАО «Газпром» Тем, кто принят на работу С 1 января 2014 по 31 декабря 2018 Тем необходимый стаж минимальный 10 лет в организациях системы ПАО «Газпром» Тем людям, которые будут приняты на работу С 1 января 2019 года Им необходимый стаж минимальный Для включения, для рассмотрения этого вопроса Будет 15 лет Одним из существенных изменений Отраженной в новой редакции положения Негосударственного пенсионного обеспечения Является уменьшение периода выплаты Негосударственной пенсии То есть до 1 января 2019 года Работники включались в состав участников НБФ «Газфонд» Период выплаты негосударственной пенсии У них был 20 лет Те, кто будет включен с 1 января 2019 года У них период выплаты негосударственной пенсии Будет осуществляться в течение 15 лет Также одним из существенных изменений Которые были внесены в положение Государственного пенсионного обеспечения Расширен перечень оснований В соответствии с которыми мы включаем работников В состав участников фонда Основания Ранее мы включали работников При увольнении в связи с уходом на пенсию При ее досрочном назначении Это основание заменено при увольнении По любым основаниям При достижении возраста дающего права на пенсию При условии, что человек В установленном порядке Оформил страховую пенсию по старости То есть он перевод в ту улицу В порядке перевода По соглашению сторон И если у него есть на руках пенсионное удостоверение Мы его включаем в состав участников фонда Валентина Николаевна Сегодня мы с вами подробно поговорили О возрасте выхода на пенсию А все-таки Как? Каков возраст для работников Работающих на Крайнем Севере И проживающих? Те люди, которые имеют 15 лет Календарных в районах Крайнего Севера Льгота сохранена Они и будут также уходить На пенсию на 5 лет раньше С учетом переходных периодов То есть 55 лет женщины И 60 лет мужчины И с учетом переходных периодов Соответственно Сохранилась льгота Если вы имеете это ввиду Для женщин, которые имеют Двух детей И работающих в районах Крайнего Севера То есть женщины, которые имеют Двух детей И имеют при этом 12 лет календарных В районах Крайнего Севера Они будут уходить на пенсию По старому То есть 50 лет Для них ничего в этом отношении не менялось Спасибо вам, что нашли время И пришли к нам в студию До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok